Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала, подписчики, гости нашего канала, наши последователи. Я с удовольствием это говорю, потому что с каждым днём количество девушек, которые хотят тоже творить, увеличивается. И это нам очень, как сказать, нравится, хотя многие говорят, зачем вы учите, вы же конкурентов себе растите. А мы с Наргулей решили, что, в общем, каждый должен выполнять какую-то миссию, наверное, во время, так сказать, такого творчества делиться своими знаниями, своим умением. Это, наверное, тоже не всем дано. Поэтому, когда мы пришли к такому, что мы можем это делать, нам очень нравится. Спрашивайте, где доставки, много пишут в комментариях, где взять узоры, где взять аксессуары, сколько метров жгута надо, какие ткани вы используете. Я стараюсь на все вопросы отвечать. Если где-то запаздываю, не переживайте, я обязательно отвечу. Иногда бывает в запарках и много заказов, и не успеваешь отвечать. Просто выкладывать видео – это тоже работа. Записывать видео – это тоже работа. И работа с соцсетями занимает тоже определенное время. Но это приятная работа, когда ты делишься результатом своего труда, результатом того, что получилось, какой набор получился, какой конечный продукт получился в результате того, что ты работал, переживал, думал, как это сделать, что сделать. Я вот недавно делала горпешку, и тоже три дня никак не могла приступить к ее оформлению. Ну, никак не… Бывает иногда вот, ну, не знаешь, и так положишь узор, и так положишь узор, ну, не идет. Ну, как-то бывает вот такое, наверное, тоже, ну, не нравится. И потом, когда вот уже в процессе трех дней выкладывания узоров так-так, фойе-так-так-так, в общем, пришла к такому-то решению, и вот потом уже результат понравился и, соответственно, приносит удовольствие. Я хочу сказать, что любое изделие, которое выходит из Жанур, оно делается с любовью. Оно делается не от того, что я хвалюсь и хочу сказать, что мы лучшие. Нет, сейчас очень много девушек, очень много рукодельниц, у которых и таланты есть. Мы, считаете, после 50 лет начали только заниматься этим делом, да? А есть молодежь, у них другой подход, у них друг… Они быстро все схватывают, они быстро все умеют, а есть талант, рисование где-то. Ну, в общем, и я хочу сказать, что мы тоже, как сказать, не свалились и все знаем сразу. Мы тоже учились в процессе, в процессе своих ошибок где-то. Ткани сколько перебирали, игл сколько сломали в машинке, да? Потому что мы тоже, это путем проб и ошибок, поэтому я предлагаю всем тем, кто начинает работу, учитесь, смотрите наши мастер-классы и спрашивайте, и учитесь на чужих ошибках. И тогда ваш процесс пойдет быстрее. Это все говорят, все успешные люди, когда проводят свои мастер-классы, делятся своими историями, все говорят, учитесь на чужих ошибках. И тогда ваш процесс уже и личностного роста, процесс вашего развития, вашего бизнеса и творчества и всего того, к чему вы идете, он пойдет быстрее. В разы. Потому что у нас на это уходило время. Например, пока мы пришли к нашему королевскому велюру. Пока мы пришли к тому, что сначала фетры вышли, потом отошли от этого. Мы вообще шили и с парчой работали, и с разными другими велюрами. Нет, вот идеальный велюр, это вот королевский велюр, к которому мы уже вот пришли. Поэтому я хочу сказать, что вот методом наших проб, методом наших ошибок, вы учитесь уже сделать свои изделия, уже пошагово. То, что у нас в инструкции написано, я же говорю, и мы делаем свои подсказки, потому что коржен фетровый, он прям нарисован, и полностью в мастер-классе расписано. Как нужно делать? Чертеж есть, но там все уже, даже ничего не надо думать, чисто сделай так, возьми и все. Расчет ткани, все у вас есть. Поэтому и точно так же можно из любой другой ткани делать. Сейчас мы работаем над другим еще процессом. Хотим вот найти еще красивее ткани, поработать с ними, и как получится. Но мы тоже растем. Мы начинали, считайте, если я вам покажу, покажу вам в одном из видео, какая у нас корзинка есть, которую мы самые первые делали. С чего мы начали вообще наше мероприятие? С того, что готовили к свадьбе моего сына старшего. И вот мы начали делать корзины. Потому что на рынке не смогли найти ничего. И Нургуль говорит, мой партнер, подруга, говорит, давай мы сами. И сами мы сделали. И тогда, конечно, было очень красиво. А сейчас смотришь, это такая топорная работа. Вам не надо это проходить. Вы сразу делаете красиво. Вы сразу делаете уже пошагово. Вам не надо тратить ткани лишние, чтобы расход уходил. Чтобы деньги на ветер не уходили. Все делайте по нашей инструкции. И все будет у вас классно. Ну, мастер-классы у нас просят по корзинам. Но готовим. Готовим. Просто сделаем обязательно мастер-класс по корзинам. Сейчас хочу вам представить вот такой наборчик. Он, как сказать, интересен в том плане, что попросили, ну, коржин, ну, это классический коржин, две корзины и три конверта. Вот. И один конверт должен быть другого цвета. Ну, вот в таком формате сделали. Один прям под узор о коржина в красном цвете, а два одинаковых. Ну, вот вопрос, как сказать, желание заказчика у нас на первом месте. Поэтому нам тоже интересно. Мы, когда работаем с интересными заказами, нам тоже интересно. И мы тоже растем над собой. Стараемся делать, чтобы было красиво. Стараемся делать, чтобы было интересно. Ну, и чтобы, как сказать, задумка заказчика исполнилась в том варианте, в котором каждый видит свой праздник. Да, вот. Я хочу сказать еще о том, что традиции и обычаи нашего Казахстана, каждый уголочек имеет свои тонкости, свои изюминки. Поэтому это тоже интересно для нас. Над этим мы тоже работаем. И что-то новое вносим. Где-то какие-то интересные факты узнаем. Для нас это тоже интересно. Для нас это тоже поучительно. И я делюсь этим тоже на наших видеоэфирах. И, в принципе, вот мы уже идем к 2000-м количеству подписчиков. К 2000-м, к 2000-м. Поэтому будьте с нами. Подписывайтесь на наш канал. Пожалуйста, рекламируйте нас. Если вы что-то получили от нас, какое-то знание, пожалуйста, пишите. Что-то интересное спрашивайте. Я хочу сказать, у нас был такой комментарий интересный. Зачем тратить деньги на такие вещи? Лучше сделайте побольше и подороже подарок для худаларов. А я хочу сказать, что праздник мы делаем сами. Праздник должен, раз вы к нему готовитесь, то он должен быть от души. Праздник. И в празднике, в этом мероприятии, саргаатагу, худалки, именно фишка не в том, чтобы вы принесли там какой-то прям супер подарок. А как вы преподносите? Понятно, приятно красивые подарки получать. Ой! А приятно получать красивые подарки. Но подарки приятно получать и еще и красиво, когда преподносятся, когда преподносятся с душой, когда преподносятся как представление. Это тоже умение вручить подарок. Поэтому наши изделия именно для того, чтобы оформить Это представление, презентация ваших подарков. И это тоже фишка. Не все так делают. Можно прийти просто подарить ерёжки, одеть ерёжки с ноги и с этим уйти. Но это сейчас неинтересно. Сейчас это неактуально. Сейчас стараются. И это правильно, что особенно в условиях пандемии, когда сейчас мероприятия проводят в кругу семьи. Приходят самые родные. И здесь нужно провести ещё и красивое. И чтобы это запомнилось. И чтобы это было интересно. И тогда ваше мероприятие будет незабываемо. Ваши кудалары будут счастливы. Будет счастлива ваша будущая сноха, что вы к ней пришли так красиво. Я всегда говорю, красивые наборы на Саргаста-Салу и подарки для кудаларов – это инвестиции в будущие отношения. В будущие отношения и снохи, и к своей новой семье, и кудаларов между собой. Ну, вот заканчиваю свой эфир. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал Жанур. Жанур творит для вас с любовью. Приходите, заказывайте, будьте с нами. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok